Российская дрифт-серия Критерии попадания в гран-при РДС Это занять призовое место по итогам чемпионата Для этого нужно весь этот чемпионат проехать, как минимум Потому что если ты хоть один этап пропустишь, то шансов оказаться в тройке, я думаю, что у тебя минимум Упрощенные в этом году технические требования привели в дрифт множество новых пилотов и способствовали возвращению старожилов Борьба молодых и опытных может показаться несправедливой Однако спортсмены и организаторы так не считают Конечно, шансы больше, опыт больше, но если в этой серии не будет никто приезжать из старшей серии, то не на кого будет равняться, не на кого будет смотреть соревнования Трасса – это великолепно, другие соперники – это прекрасно, другое судейство, другое техком, они бодрят Они нужны, они необходимы, как глоток свежего воздуха Опыт. Ведь только лишь появляется в борьбе с сильным, и тогда ты становишься сильнее А когда ты борешься с слабым соперником или с равным по силе себе, то ничего из этого по сути не выходит, ты остаешься на своем уровне Примерно так же рассуждают и менее опытные пилоты У Артема Олимкина самая маломощная машина чемпионата, в которой нет и 300 сил Сложно ехать как нам с ними, так и им с нами, потому что когда ты едешь вторым за сильным, за быстрым пилотом, тебе сложно его догнать А быстрому пилоту очень сложно ездить с медленным пилотом, потому что очень много нужно работать И на такой резине, на такой мощности, как у них, это сделает, наверное, даже сложнее, чем ехать за ними Несмотря на недостаток практики и сравнительно небольшие бюджеты, многие пилоты выступили достойно Были и те, для кого это первый дрифт-чемпионат в жизни Ощущения максимально комфортные, на самом деле здесь классная атмосфера, тут действительно здорово После площадочного дрифта, которым я занимался в течение полугода, там, четырех месяцев в Сочи Для меня это, конечно, колоссальный опыт Я начинаю понимать, что такое трассовый дрифт Первые свои месяцы дрифта Никита провел под присмотром Аркадия Царегратцева В дрифт-школе, которая недавно открылась на Сочи-автодроме Однако одно дело покрутить пятаки на площадке и совсем другое – выполнить судейские задания на треке В первую очередь я начинаю понимать, как ориентироваться по трассе Здесь нужно строить траекторию по трассе, это самое сложное, то, что мне тяжелее всего давалось эти два дня Гоночную машину кто-то строит сам, кто-то заказывает у мастеров или покупает уже готовую Последний вариант обычно выбирают неофиты, желающие быстро освоиться в мире дрифта BMW E36, 500 честных сил, 550 момент, JZ, хорошо построенная машина вообще без каких-либо нареканий, без каких-либо проблем Увы, как и все абсолютные новички, Максаков отсеялся и на этапе ТОП-32 Когда в борьбе осталось 16 пилотов, соезды стали зрелищнее Опытные спортсмены попотели в сражениях с малоизвестными, но вкатанными новичками Неравные дуэли всегда вызывают трудности Да если ты доверяешь тому, с кем ты едешь, то их быть не должно особо Но когда ты едешь с оппонентом, которого ты видишь впервые, там могут возникнуть трудности Ты никогда не знаешь, с каким углом он ставится, с какой скоростью разгоняется В итоге весь подиум заняли пилоты РДС Гран-при Третье место завоевала пилотесса из Екатеринбурга Екатерина Набойчинга на Тойоте Алтеза Серебро досталось москвичу Денису Мигалю на BMW M3 E46 Золото взял пилот из Владивостока Илья Федоров на Ниссане Сильвии С13 Начинающие пилоты были только в начале, в топ-16 В топ-8 у меня была Екатерина Седыха, это вице-чемпион РДС Восток Хорошие парные проезды, она хорошо второй отрабатывает, то есть как бы с ней я ехал Екатерина Набойченко успела посвятить дрифту уже несколько лет Но на подиум зашла впервые в карьере Не все так, как я, смогут отреагировать на постоянные поражения Поэтому может быть даже и лучше, что есть возможность поучаствовать в более младших сериях И соответственно здесь конкуренция не такая высокая И что-то уже начать выигрывать, поверить в себя и потом ехать в GP Придумывая задание, судьи не щадят новичков, готовя пилотов к погоне за большими призами Здесь непростая конфигурация, тем более, что именно такая же конфигурация будет здесь через некоторое время на главном чемпионате РДС GP Так что она вся сложная, но для начинающих, конечно, сложно было, наверное, все-таки сделать хороший разгон и хорошую постановку Но не только на треке можно увидеть спортсменов Почти на каждой скамье трибун слышны диалоги о планах выкатиться хотя бы на один этап РДС Пришел на это мероприятие посетить, чтобы в первую очередь зарядиться, скажем так, всем этим делом Потому что строил уже не первый год свою машину для этого дела, все Но порой не хватает бюджета, либо сил Ну вот это как раз-таки тот случай, когда приходишь именно сил набраться, зарядиться под это все дело Говоря о жизни в гараже в обнимку с постоянно переделываемой машиной, Сергей не очень преувеличивает На это уходит все мое свободное время, которое есть Друзья вначале обижались, потом они все разбежались Осталось только буквально два, которых понимают все это дело То есть днем я на работе, а вечером и ночами я торчу здесь Скорость постройки спортивных машин определяется бюджетом Профессионалы имеют два автомобиля – боевой и тренировочный, более дешевый в ремонте Денег требуют и сами тренировки Резина – одна из самых больших статей расходов для пилотов Буквально двух покрышек хватает на два боевых заезда Это для машин более 600 лошадиных сил Для менее мощных автомобилей на два часа тренировки хватает одного комплекта хорошей резины Приобщающиеся к дрифту любители тренируются на парковках торговых центров, особенно зимой Но все больше спортсменов познают азы дрифта в безопасной среде специализированных школ А чемпионат РДС Запад в этом году состоит из четырех этапов Финальный намечен на предпоследний уикенд августа в Рязани Именно тогда мы и узнаем имена трех пилотов, которые присоединятся к участникам РДС Гран-при в следующем сезоне Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова